Вокруг света в турпоездку Валерий Шанин – профессиональный путешественник, писатель и журналист. Свою первую кругосветку начал еще в 1999 году, а домой вернулся только в 2002. Путешествуя в основном автостопом, с одной стороны он потратил на путешествие три года, а с другой – всего лишь 280 долларов, совершив тем самым одно из самых экономных кругосветных путешествий. А что, если экономить не деньги, а время? И постараться обойти землю как можно скорее? Так родился проект «Вокруг света в турпоездку». Через Китай, Юго-Восточную Азию, на Австралию, потом через Новую Зеландию, на юг Южной Америки, и потом на север сюда, в Россию. Попутчиками Валерия Шанина стали начальник отдела компьютерной фирмы из Екатеринбурга Константин Ведьманов и предприниматели Саратовской области Юрий Русанов. Буэнос-Айрес, 64-й день кругосветки, 22 219 километров от Москвы. Путешествие по Южной Америке начинается в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Первое знакомство с городом проходит уже во время поездки на автобусе из аэропорта в центр. Скоростное шоссе проходит над районами, во многие из которых даже днем лучше не заходить. В старинных особняках в старом городе много гостиниц и хостелов. Здания здесь не слишком чистые, все же возраст сказывается, но живописные и со своим характером. Основанный свыше 400 лет назад Буэнос-Айрес большей частью застраивался в конце 19 века. В 20 веке череда политических неурядиц, военных переворотов и общей социальной нестабильности привели к тому, что новые здания практически не строились. И город оказался как бы законсервирован. Те, кто бывал в Вене и Будапеште, легко найдут сходство в архитектуре Буэнос-Айреса и этих европейских городов. Именно поэтому в период Холодной войны здесь снимали шпионские фильмы, в которых действие происходило в Восточной Европе. Главная городская магистраль, проспект Авенида, 9 июля, включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая широкая в мире. Все маломальски важные достопримечательности сосредоточены на расстоянии шаговой доступности от нее. В случае же необходимости переехать с одного конца города на другой, лучше спуститься в метро. Пробки на дорогах здесь дело самое обычное. А пешком по некоторым районам лучше не ходить. Центр города считается местом достаточно безопасным. Насколько это вообще возможно в Латинской Америке. Это самый опасный для туристов регион мира. Аргентинцы не любят сидеть в четырех стенах, но стараются не выходить за границы своего района. Тем более, что в каждом из них есть как минимум один общественный парк. Или хотя бы сквер с памятниками, фонтанами и голубями. Свободы стало заметно меньше. потому что пять лет назад все вокруг, что мне можно было написать, все было исписано ругательными какими-то лозунгами. Сейчас все почистили, заварили решетки, никого никуда не пускают, ругательных лозунгов нет. Проспект Авенида де Майо приводит на площадь Плаза де Майо. Именно на этом месте в 1580 году был основан Буэнос-Айрес. В соборе Метрополитен похоронен национальный герой Аргентины генерал Хусе де Сан-Мартин. В Аргентине, как, впрочем, и в России, народ почти всегда недоволен действиями своего правительства. Но если у нас долго терпят, а потом устраивают революцию, то здесь ждать не станут. Утром правительство принимает какое-нибудь непопулярное решение, а уже днем или вечером народ выходит на улицу с плакатами. Плакаты и транспаранты – такая же непременная часть площади Плаза де Майо, как фонтан, обелиск или голуби. Их никогда здесь не убирают, разве что меняют старые на новые, более актуальные. С такой же регулярностью, что и демонстрации, здесь проходит и церемония смены караула перед президентским дворцом. Продолжение следует... До свидания! Отлично! Отлично! Стражники в парадной форме 19 века маршируют как бы специально для того, чтобы туристы их сфотографировали. Президентский дворец называют Каса Рассада или Розовый дом. Это не намек на сексуальную ориентацию его обитателей, а всего лишь указание на цвет стен. С момента основания Аргентинской республики и вплоть до наших дней политическая ситуация в стране нестабильна. Диктатуры и революции сменяют друг друга с регулярностью сезонов года. Чарльз Дарвин, ставший в 1820 году свидетелем местных беспорядков, писал, «Эта революция едва ли произошла вследствие какого-либо серьезного недовольства. Но в государстве, где в течение 9 месяцев, с февраля по октябрь 1820 года, 15 раз происходила смена власти, тогда как каждый губернатор согласно Конституции избирался на 3 года, нет никакого смысла искать повод». За прошедшие с тех пор 200 лет военные перевороты, диктаторские режимы и революции сменяли друг друга с регулярностью морских приливов. Аргентинцы живут как на пороховой бочке, в постоянном ожидании, если не новые хунты, то очередного экономического кризиса. Но бодрости духа не теряют. Именно здесь зародился танец, покоривший весь мир. Вечером в районе Сан-Тельмо музыка танго звучит из окон ресторанов, кафе, танцполов. «Кто ты из-за этого?» «Руссия» «До где?» «Не, а что она пишет, Аша?» «Руссия» 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 «Почему это вот так вот?» «Не, а что она вот пишет?» «Поюсь» «Она уже что, заполняет читы» «Танцуют!» «На моей зоне имеют больницу». «Сан-Тельмо» «История» «Сан-Тельмо» «Знать к нам историю, по большому счёту». «Спасибо, сэкориться». Танцуют и прямо на улицах. «Поюсь» «Два недавиа, господи А.Сан-Тельма!» «Руссия» «Два недавиа» «Былка» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Открыты двери кафе и ресторанов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За президентским дворцом начинается портовый район Пуэрто-Мадеро Отсюда отправляли в Европу мороженую говядину, а взамен получали предметы роскоши Чай, кофе, промышленное оборудование В начале 20 века объемы трансатлантических перевозок настолько выросли, что пришлось строить новый порт Пуэрто-Нуэво Оказавшийся ненужным старый порт постепенно ветшал В период бурного экономического роста застройщики обратили внимание на расположенный буквально в центре города, но запущенный район Началась его реконструкция Старые пакгаузы, от которых к тому времени сохранились только кирпичные стены, стали перестраивать В них открывали офисы, дорогие бутики, картинные галереи, кафе и рестораны, отели и кинотеатры Сюда потянулась богатая публика И неблагополучный с точки зрения преступности и просто грязный район превратился в один из самых престижных и чистых районов города По центру Буэнос-Айреса приятно бродить пешком, переходя с площади на площадь С улицы на улицу, мимо дворцов, памятников, парков Здесь хочется задержаться подольше, но пора ехать дальше Железная дорога не выдержала конкуренции с автомобильным транспортом и разорилась Сейчас с центрального железнодорожного вокзала поезда не ходят, только пригородные электрички, от которых туристам никакой пользы нет В огромном, похожем на аэропорт автовокзале, вдоль всего здания идет зал ожидания На балконе прилепились друг к дружке офисы многочисленных автобусных компаний Билеты дорогие, но и автобусы комфортабельные Кожаные кресла, услужливый стюард, а на втором этаже еще и панорамный обзор Как будто это не обычный рейсовый, а специальный туристический автобус Дорога в Патагонию, 65-й день кругосветки Вперед в пампасы Это лозунг тех, кто стремится вырваться из бетонных джунглей большого города на девственную природу Но в данном случае это простая констатация факта Жюль Верн в книге «Дети капитана Гранта» писал, что аргентинские пампасы Простираются от 29-го градуса до 40-го градуса южной широты Само же слово «пампасы» — арауканское и значит «равнина трав» Такое название как нельзя больше подходит к этому краю Заросли мимозы, западной его части и роскошной травы восточной Придают ему своеобразный вид Полуостров Вальдес, 66-й день кругосветки 23 473 километра от Москвы Асфальтированное шоссе выродилось в пыльную грунтовку Проходящую по пустынной холмистой местности Началась аргентинская пампа Где из растительности только сухой кустарник Зато живности — навалом В поле зрения часто попадают стада Гуанако Информационный центр похож на типичный краеведческий музей На стенах развесили топографические карты Сложные многоцветные диаграммы Черно-белые и цветные фотографии По углам разложили ржавые испанские пушки и железные колеса Самые интересные экспонаты — рельефный макет полуострова и гигантский скелет кита На почетном месте висит копия свидетельства о присвоении полуострову Вальдес Статуса природного памятника ЮНЕСКО Этот полуостров, сейчас почти никем не заселенный, составлял когда-то часть территории индейцев Техуэльчи Сейчас они — такие же экспонаты музея, как и вымершие миллионы лет назад животные Резким контрастом с бесплодной сушей предстают прилегающие к ней воды Атлантического океана В заливе Нуэва, отделяющем полуостров от материковой части Патагонии, водятся южные киты Сезон их ежегодной миграции приходится на вторую половину года, с июня по декабрь Именно в это время гигантские млекопитающие приплывают сюда для размножения Ведь вода в заливе значительно спокойнее и теплее, чем в открытом океане В январе кита можно увидеть только в таком неприглядном виде Огромный череп, длинный хребет, сваленные в кучу ребра В Аргентине январь — самый разгар лета Вода в Атлантическом океане сильно не прогревается В Атлантическом океане Поехали. Мы будем идти к камеру там. Видите... Эйстеры? Эйстеры. Эйстеры. Ты хочешь вернуться? Да. Мы просто ждем, чтобы девушку... Роскин. Роскин. Спасибо. Какая здесь здорово. Просто в отпуск приехали или как-то? Сейчас в отпуск. Настя! Сюда давай. Ну ладно, с ним вам отдохнуть. Ну ладно, ребят. И на всякий случай я вам оставил телефон. Да, да, да. Если что, где-то от самолета отстанете? Да. Приезжайте. Мы любим, так что это самое. Да, да. Следующая остановка – пункта Норте. Ветер доносит гнусавый многоголосый гомон. По мере приближения к морю постоянно усиливается запах тухлой рыбы. Он исходит от колонии южных морских львов. Так здесь называют один из видов ушастых тюленей. Пляж выглядит так, будто его недавно обстреляли из минометов. В напоминающих воронки от разрывов в ямках, как в отдельных малогабаритных квартирах, ютятся семьи тюленей. И каждый дом – крепость. Недвижимость животные защищают с храбростью настоящих львов. Подойти близко нельзя. И не потому, что страшно. Пляж огорожен забором и защищен плакатами. Здесь не только запугивают – за ограждение не заходить, но и взывают к совести – это не госпиталь. Но вести здесь себя следует также учтиво – соблюдайте тишину. Остается только разглядывать животных в мощный телескоп. Под ногами снуют похожие на миниатюрных носорогов, целиком покрытые маленькими пластинами, броненосцы. Все они называются армадилью, но принадлежат к разным видам, различающимся окраской, формой и количеством полос. Согласно неподтвержденному наукой поверью, хвост этого зверя, если его растереть в порошок и насыпать в ухо, излечивает глухоту. Пингвины к общению с людьми не стремятся, но и не прячутся. Просто игнорируют. На пляже возле станции «Ла Эльира» ходить можно только по деревянным мосткам. Почва здесь очень уж чувствительна к эрозии. Вначале в глаза бросаются плакаты «Не выковыривать ракушки». И только потом и с огромным трудом удается разглядеть несколько пятнистых тюленей. Самые ленивые из них лежат на обнажившемся при отливе каменистом дне. Те, что помоложе и побойчей, ползают по песку. Но и у них сил хватает только на один бросок на 2-3 метра. Затем приходится долго отдыхать. 28 июля 1865 года с клипера «Мимоза» высадилось полторы тысячи переселенцев с Уэльса. Они основали город Пуэрто-Мадрин. Здесь построили порт, в котором товары перегружали с пароходов на поезда и обратно. Но сейчас сюда заходят лишь круизные суда, чтобы высадить туристов, отправляющихся на полуостров Вальдес. Офисы туристических компаний есть и на автовокзале. Пуэрто-Мадрин был основан как транспортный центр. В 1888 году порт связали с городом Трелью – железной дорогой. Сейчас она не работает, а вокзал с припаркованным перед ним паровозом стал всего лишь туристической достопримечательностью. Ярмарка в парке с памятником генералу Хусе Сан-Марти также ориентирована на туристов. Здесь не только торговцы, но и вся местная аристократическая богема. Любой желающий за небольшие деньги – все же здесь не парижский Монпарнас – может стать владельцем собственного портрета. Парк полон празднично одетых людей. Всюду царит атмосфера веселья, словно весь городок собрался на большое торжество. Его окончания увидеть не удастся. Валерию Шанину и его попутчикам очередную ночь опять предстоит провести в автобусе. Расстояния в Аргентине гигантские. Любую европейскую страну за 8 часов пересечешь из конца в конец. А здесь едва успеешь доехать до ближайшего города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА